Итак, лошадка бежит по камушкам, а теперь по песочку, а теперь по камушкам, а теперь лошадка уже отбила ноги и пойдет мочить их в водичке в реке, а теперь, как мне предложила Татьяна Анатольевна, пару раз. Итак, нововведение. Лошадка бежит по болоту. Татьяна Анатольевна, как лошадка бежит по болоту? Это увязло, да? Да, увязло в болоте. Давайте попробуем по болоту. Да, а теперь лошадка выбралась из болота и начался дождь. Одним пальцем по ладошке бьем. Нет, не надо озвучивать, нужно слышать дождь. Вот, я слышу дождь. А теперь лошадка из-под дождя сразу забегает греться в пионерскую. Ну все, лошадка устала путешествовать и прибегает кушать в Макдональдс. Дети любят больше Макдональдс, чем пионерскую. Понятное дело. Судя по их реакции. Все, лошадка приела. На третий отряд пришел. Ну как быстро тебе надоело. Два дня не работал, давай отрабатывай. Итак, аплодисменты Алексею Баканову. К нами готово. Третий отряд здесь. Между прочим, из-за вас мы перенесли начало концерта. Посмотрите, сколько сейчас времени. Можно, можно, давайте встать. А сколько, правда, времени? 36 минут, какой кошмар. Можно было 20 минут, ай-яй-яй. Ну все, мы тогда начинаем. Руки на плее, аплодируем. Кромче, громче, громче, громче. Привет, Аргита. Привет! В Новый год мы и дождались второго конкурсного дня. Я хочу напомнить о том, что самые лучшие номера будут выбраны на концерт, который состоится в одну из ближайших суббот, день открытых дверей. Поэтому стараются все не только за баллы, но и для того, чтобы были выбраны на концерт. Ну а мы начинаем. Итак, сегодня все отряды, которые в прошлый раз показали свои определенные жанры, конечно же, меняют свой стиль и свое направление. Соня Глушанкова, я тебя сейчас выгоню вместе со всей округой. Передай мне. Да-да-да. Итак, сегодня мы увидим снова с вами пьесы, клипы и танцы. И каждый отряд получит определенное количество баллов. Я представляю жюри. Жюри у нас сегодня в интересном составе. Я думаю, что всех людей вы этих знаете и любите, но вместе они собрались в первый раз. А может быть и нет. Ну, в общем, начнем с тем, кто два дня не работал и уже отработал самую малость со своей лошадкой. Конечно же, это Алексей Баганов. И пока он очень веселый и счастливый, я почему-то скажу, что Алексей, вы завтра работаете на отряде. А сегодня в нашем жюри буквально я вошел, желая увидеть мастерство всех отрядов, человек, который имеет должность в лагере орбита. Так, вот это третий отряд или четвертый? Я ничего не могу понять. Три раза я уже сделаю замечание. Вот, смотрите, опять он. Это человек... Как твое звание тогда в должности? Консультант, специалист. Специалист информационного центра, помощник Павла Ивановича. Можно так говорить? И Александра Сергеевича, да, Шарабарин Александр. Ну и, как вы понимаете, спортивный инструктор, человек, который является самым честным в жюри, это Петров Сергей Александрович. Но я хочу вам сказать, что честным это не значит, что он будет кому-то занижать. Я хочу вам сказать, что он никому не будет завышать. Поэтому будьте внимательны, Сергей Санч ставит именно те баллы, которые вы зарабатываете. Единственная прекрасная женщина в жюри, это заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мартынова Ирина Владимировна. Ну и, представитель жюри, который имеет право, это художественный руководитель лагеря «Орбита» Гололёв Александр Сергеевич. Ну и вообще, я хочу говорить, вы получите максимальное количество баллов 50. Я думаю, что мы... Вы уже можете идти. Я думаю, что мы долго не будем сейчас говорить о том, что каждому отряду хочется заработать 50. Но не всегда это получается. И, как всегда, мы начинаем с самых младших жителей нашего лагеря. Поэтому, прежде чем они дойдут до сцены, давайте потренируемся, как мы встречаем с 7-й и 8-й отряды. Аплодисменты. А сейчас можно добавить голоса. Голосы говорим. А, Алексей, делаем руки. Голос мало добавить. Громче. И можно добавить, ну, как если бы это была лошадка, то копыта, да? Если это дети, то можно просто ногами постучать. Так, три движения сразу. Три-четыре. Отлично. Я думаю, 7-й и 8-й отряды этого заслуживают. Потому что, еще раз напомню, первыми выступать всегда сложнее всего. Тем более, тут у нас такие есть ребятня, которые впервые идут в школу, в первый класс. Итак, 7-й и 8-й отряды. Нас сегодня решили удивить постановкой пьесы. Пьесы называются, наверное, исходя из самих детей в отряде, «Самый маленький гном». Итак, на сцене 7-й и 8-й отряды «Самый маленький гном». Встречаем теми аплодисментами, которым вы говорили. В одном лесу жил маленький гном Вася. Такой маленький, что его никто не замечал. Здравствуйте! 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 Что такое, Вася? Что случилось? Почему ты грустишь? Как мне не грустить? Ведь меня никто не замечает. А что ты такого сделал, чтобы тебя заметили? А разве для этого что-то надо сделать? Я вот в свои годы яйца расколдовал, а ты что сделал? А что делать-то? А это пусть тебе подскажет твое сердце. Так, что мы имеем в дескоте штуки? Ни одно дело толком не завершилось. Все над волками спеются. Пришла пора восстановить свое злое имя. Пора расправиться с двумя поросятами, семью козлятами, красной шапкой и ельной бабкой. Хищная серая лохматая млекопитающая из четырех губ. Кто же это может быть? Кто там? Это я, чемпионка по разгадыванию косморда. Пригодами нужно. Ну что там у нас с космордами? Хищная серая лохматая из четырех губ. А вы не догадываетесь? О, я. Ой, 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 волк. Волк, волк. Играж, угадали правильно. Мойте руки перед едой. Чистова залог здоровья. Тебя наф-наф я съем с хреном. Тебя наф-нуф с гречневой кашей. А тебя ниф-ниф просто так, с удовольствием. Что же делать? О, придумал. Эй, стой. Кончай интименацию. Обещаю, есть только свежевым батареомощи. Вот так ничего не получилось. Ну ладно, разберемся с семью козлятами. Раскудрявый. Развел три стезда. Здравствуй, парень. Мой канал, живой, родной. Фирм, земляный. И так, ну кудрявый. Раскудрявый, резвай. Эй, пацаны, что делаете? Репетируем. Кончай интименацию заниматься. Давайте лучше в футбол сыграем. Нет, нам репетировать. Ну ладно, так и делится мне. Как же мне их выманить? Ммм, придумал. Кочаны как жесток с ними Оставляют твои следы И по кругу зачем берега И бежишь от меня ты Что же делать? Придумал! Если хочешь идти Идти Если хочешь забыть Забудь Вы достанешься в конце путей Прошу прощения, уважаемая публика В рот комар залетел Да что ж такое? Снова мимо! Ну ничего, отыграем все на красной шапке И ее бабке И так кто ж у нас такие по лесу Одни и генешенькие ходят? И так кто ж они у нас все почти щеки ходят? Уходи, уходи, волк Не хочу я с тобой разговаривать Такой как ты Но с бабушкой чуть не съел Позор Позор Мою честную голову Из-за того разбойки На весь волчий рот А ты не такой? Что ты? Я тут даже не спрашиваю Куда ты идешь? Я иду к бабушке Нет, нет, нет Я ничего не слышал Ты мне ничего не говорила Я даже знать не хочу Где живет твоя бабушка А я и не спрываю Она живет за лесом Не надо, не надо А с какой стороны? Справа и слева? Да там указатель А что же делать? Второго бабка Слась в кровати Сейчас я тебя ездить буду Ну что, волк Опять у тебя ничего не вышло Это потому Что ты всегда проигрываешь Только с маленьким сереньким козликом Тебе повезло А вообще, давайте По правде говоря Серенького маленького козлика Я тоже не ел Несет меня леса За темные леса За быстрые реки Ой, там, а За высокие горы Петушок, петушок Куда тебя леса несет? Я же говорю За темные леса За быстрые реки За высокие горы А зачем? Съезд меня собирается Ой, да не тряси ты меня так Я тряски порчусь А где кот? Нету кота Вот негодяй А еще чистится домашним животным Дрожишь? Ну ничего Сейчас печену стоплю Тебе сразу теплее будет Петушок, а кот не хочет тебя спасать? Да Не хочет Вот тебе и друг Не дрожи так Я останусь с тобой Чтобы тебе страшно не было Спасибо Хороший петух Жирный А, Васек, привет Что ты тебе хотел сказать? Интеллигент А ты что здесь делаешь? Просто остался здесь Чтобы ему не было страшно Так леса съест вас обоих Ну и пусть съест Васек, а как же я? Я же к тебе привык Ты же мой самый злейший друг Вот и помоги нам Да ты что, Вась Мы петухам не помогаем Мы, извините, едим А говорил, что друг Ну вот, погоди Ну, Вася Сейчас ты увидишь трюк Волк И спасает петуха А здравствуйте, сэр Вовремя подошли Премногом благодарен Чему обязана, месье? Просьбушка у нас есть Не стесняйтесь, сеньор Покорнейше просим петуху волю дать Ты что, Волк, спятил? Понимаете, этот петух А, этот петух Ну, один съесть хочешь? Нет, ну что вы Ну, это, понимаете, этот петух А, этот петух Он мне других петухов выседет Ты, Волк, уже совсем того Лиса, а я же не задаром Я же взамен кота в мешке принес Хороший воротник получится А, 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 а Он же живой? Конечно Разве я позволил бы себе Отменять живого петуха На мертвого кота? А, 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 а Спасибо Да ладно, чего там? Ну что, Вась, заметили тебя? Меня? Не знаю Но то, что я сделал Обязательно должны заметить Аплодисменты Аплодируем седьмого, восьмого Три, четыре Молодцы! Да уж точно. Развеселили не только жюри, но и всем зая. Ну, во-первых, спасибо 7-й и 8-й отряды, что напомнили нам, благодаря вашим шарикам зеленого и оранжевого цвета, что скоро осень. Ну и за ваш указатель, который можно было просто назвать, иди туда не знаю куда. А вот да, у Нины день рождения осенью. Прекрасно. Осторожно, осторожно вы его уроните. Да уже снимай свои эти руки. А кто делал? Можно узнать? Маша? А вы делали? Как это запланировано? Расскажите. Не, ну правда. А, просто поворачивается, да? Ну что ты всех запутал? И я с тобой вместе запуталась. Ну, нам носи, если понравилось. Бери. Не хочешь носить? Отдай, медведи. Держи. Держи. Итак, все. Послушайте, сейчас вам за это снизят баллы. Смотрим. Жюри уже готово? Вася, молодец, как же. Без Васи. Итак, жюри у нас готово. Мы сейчас с вами посмотрим, насколько прекрасна была игра актеров, насколько интересен был замысел, ну и насколько бедные деревья свои руки натрудили. Итак, первая отметка. Десять баллов. Десять, семь, семь, шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. А сколько края сцены? Иначе сейчас обманусь, скажу, что не десять, а девять. Итак, следующая оценка. Десять. Третья. Десять. Вы будете так, мы с вами и для пятидесяти доберемся. Четвертая. Десять. И последняя. Все закрыли глаза. Закрыли глаза. Итак, ночь, ночь, ночь. Ночь и тишина. Итак, сейчас я подговорю зал, а вы молчите. Открываем глаза. День. Итак, пятая оценка. Десять. И моя пятьдесят баллов. Молодцы. Можно, да. Только кто-нибудь придержит штору, да. Ребята, вам разрешается сегодня пройти по месту возгорания, которое у нас иногда существует. Прыгать со сцены нельзя. Почему? А, он указатель, да. Ой, это мы еще взрослые. Сами ничего не понимают, поэтому запутались. Ну что ж, молодцы. Седьмой, восьмой дали хороший старт. Я думаю, что следующие отряды просто не имеют права выступать, получая меньшее количество баллов. Итак, давайте попробуем. Семь, восемь. Считаю на трех. Мы уже должны все сидеть. Один, два и три. Так, медведь не успел. Ну, а мы продолжаем. После пьесы, конечно же, что-то должно быть для разума. Что-то вы должны понять и представить самостоятельно. Конечно, один из самых сложных жанров — это клип. И сегодня шестой отряд представляет вашему вниманию клип, который называется «Не бывает в мире чудес». Итак, встречаем шестой отряд бутными аплодисментами. Не бывает в мире чудес. Не бывает драконов и феи. Не бывает волшебных зверей. Все выдумали взрослые для маленьких детей. Все выдумали взрослые так жить им веселей. Только с каждым днем взрослеем мы быстрее. Правда, все равно вырвется, как джинь из лампы своей. Ни гнильфов, ни гномков нет. И я знаю ужасный секрет. Все выдумали взрослые для маленьких детей. Все выдумали взрослые для жизни детей. Время, когда вырвется, как джинь из лампы своей. Только с каждым днем взрослеем мы быстрее. Правда, все равно вырвется, как джинь из лампы своей. Не летает, как и самолет. И в пяти домовой не живет. Не бывает ни смеха, ни джинь. Ни живой, ни джинь. Ни миха, ни джинь. Играет музыка 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 На 50. Ну, давайте проверим. Первое. Точно 10. Второе. 10. Третье. 9. 9. Четвёртое. 10. И пятое. 10. Ну что ж, видимо, где-то всё-таки была заминка. Но всё равно шестой отряд, клип. Да ещё такая серьёзная тема. Они большие молодцы. Ещё раз аплодисменты шестому отряду. Привет, Роман, второму за помощь, ребят. Но третий день впереди. Максимальное количество баллов стоит ждать. Да, конечно, Стёпа, скажи всем. Это здорово, конечно. Кто лучше? Аня? А Стёпа? Стёпа, ты тоже лучший. Ну, я думаю, что все, кто на сцене, самые лучшие. Убитайте, мальчишки. Не расстраивайтесь. Конечно, тем более, впереди у нас ещё один конкурсный день. Ну и, как вы понимаете... Нет, нам придётся, наверное, дождаться всё-таки шестой отряд, потому что следующее выступление будет без света. Кто меня слышит в лопоте один раз? Кто меня слышит в лопоте два раза? Влад Чемак, выгоню из зала. Вы со Стэмславчук громче всех там разговариваете. Итак, ждём мы всё-таки шестой отряд. Майя. Пожалуйста. Спасибо, что дождалась. Да? Ну и, как вы понимаете, что танец... Танцороз. Танцы бывают лирические. Танцы бывают очень, я бы сказала, динамичные. Но есть танцы, которые... Да что ж такое-то. Кто меня слышит, плопните один раз. Шестой отряд. Я вас ждала специально, а вы создаёте шум. Вообще-то шестой. Кому не хватает мест, посмотрите, вон ещё три места. Итак, а есть танцы, которые рождены именно в течение смены. Вот это относится именно к пятому отряду. Дело в том, что девчонки и мальчишки в пятом отряде настолько подружились, что, ну, если говорить про любовь, ведь любовь бывает разная. Любовь бывает к другу, любовь бывает к родине. Не обязательно те чувства, которые возникают между мужчиной и женщиной, и дальше влекут за собой замужество. Нет. Любовь между детьми в отряде тоже существует. И вот у пятого отряда она возникла. Возникла настолько сильно, что они уже думают о том, что ведь скоро мы все разъедемся. И у них родился танец, который так и называется. С любимыми не расставайтесь. Встречаем пятый отряд на сцене. Муэлла Сильвы. Как больно, милая, как странно, Расстраиваться под пилой. И зарастет на сердце рана, Прольется чистыми слезами. И зарастет на сердце рана, Прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду. Любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с тобой, любимый. Ты понесешь с собой повсюду. Ты понесешь с собой повсюду. Родную землю, милый дом. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз на век прощайтесь. И каждый раз на век прощайтесь, Когда уходите на миг. Но если мне укрыться нечем От холода и темноты. За расставанием будет встреча, Не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча, Вернемся оба я и ты. Но если я безвестна кану, Короткий свет луча дневного. Но если я безвестна кану, За звездный пояс личный ты. Я за тебя молиться стану, Чтоб ты вернулся невредим. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз на век прощайтесь. И каждый раз на век прощайтесь. И каждый раз на век прощайтесь, Когда уходите на миг. Когда вы полетели на миг. Когда вы полетели на миг. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодцы! 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 Я, конечно, не знаю, что дает. Сомкнитесь, встаньте друг к другу ближе. Вы очень красивые. Ну и, наверное, вам нравилось танцевать этот танец? Вот видите, даже дети, которые все время кричат, сказали, по крайней мере, слова в тему. Вы лучшие! Только единственное, давайте договориться, что для быстроты мы с вами, когда будем уходить со сцены, можно уйти отсюда через лестницу. Договорились? Разутые? Ну, может быть, сейчас Максим Казаков сбегает и принесет ваше ум? А, вы все разутые? Хорошо, не надо. Слишком много. Итак, первая. Отметка. 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 Десять. Вторая. Десять. Третья. Десять. Четвертая. Девять. Да. Есть девятка. Значит, где-то что-то не срослось. И последняя. Десять. И на величие количество сорок девять. Почти максимальное. Поэтому вы молодцы! 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 Да, здесь есть слово. Председатель жюри берет. Может быть, сейчас что-то произойдет? Да, я не знаю, кому что-то не понравилось. Я добавляю еще балл. Еще один балл. И у шестого отмена максимальная оценка пятьдесят баллов! Ну что ж, прийти. Дай пять, да, как говорится. Дай пятьдесят. Молодцы! Вам повезло. Итак, как вы понимаете, три жанра мы с вами отсмотрели. Теперь начинаем все снова. За танцем, конечно же, появляется на сцене пьеса. И пьеса не сказка, а сказка-быль. Ну что такое быль, вы знаете? Говорят, что это было на самом деле. А что было, вы сейчас увидите на сцене. Потому что на сцену выйдет четвертый отряд. Сказка-быль имеет название. Название сказки-быль такое, Максим Иванович. Сказка-быль, сказка-быль. Правильно? Ну, это из серии, как Герман-Герман, да? Герман-Герман, сказка-быль, сказка-быль. Итак, четвертый отряд готовит три площадки. Сказка-быль от четвертого отряда. Встречаем бурными аплодисментами. Аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я б для батюшки-царя родила богатыря. А жил в том городе капитан полиции царев по прозвищу Царь. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, в этом нет ничего необыкновенного. Ты можешь открыть ателье, ты можешь открыть кафе, ну, а ты можешь родить мне двух детей, и мы получим материнский капитал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда я открою Макдональдс, а я пошилочную мастерскую. Так и вышло. Первая открыла ателье, вторая Макдональдс, а третья. Третья родила ребёнка. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошло время, у сестёр не заладилось. В ателье за рубашками никто не ходит. Ну что ж такое, ну почему никто не берёт мои рубашки из крапивы? В Макдональдсе никак не дождутся лошадку с прекрасным принцем. Лошадка бежит по песочку. Теперь бежит по камушкам. Теперь лошадка заходит в реку. А теперь опять бежит по камушкам. АПЛОДИСМЕНТЫ Лёша, я тебя ненавижу. А семья младшей сестры и вовсе на грани развода. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ФЛАЕеры, фЛАЕеры, фабрика ищет работниц. О, это же как раз для меня. Устроилась третья дочь работать на конфетную фабрику «Белочка». Так вот, чем на самом деле занимается фабрика «Белочка»! Алло, полиция! Срочно приезжайте на фабрику «Белочка». Здесь в конфеты вместо начинки кладут краденые зубруды. Ну что, взяточку и все нормально? А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой, оберегать нас лишних улицам в покое. Да! А не вы ли, юная леди, звонили в полицию? Э-э-э-э-э-э-э-э! Ну вот и проваливай с нашей фабрики! Отправилась она дальше, а навстречу ли нищий старичок с протянутой рукой? Подайте, кто сколько может! Дедушка, дедушка, что с тобой случилось? Я не дедушка, я бывший директор частного охранного предприятия «33 богатыря». Дядька Черномор. Исполнилось мне 60 и выперли меня на пенсию. Вот теперь даже поесть не на что. Дай хоть кусочек хлеба. Хлеба у меня нет, но у меня есть гамбургер из Макдональдса. Возьми, Черноморушка! Спасибо тебе, добра девица! Сама-то как? Ой, да расскажу, не поверишь! Знаю, как тебе помочь. Есть у нас на острове человеческого непонимания Оазис Добра. Центр социальной помощи в семье и детям «Лебедь». Иди туда, там тебе помогут. Начальница там, не женщина, птица. Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли замрем? Или куда? И какое в свете чудо! Извините, расскажите, пожалуйста, о ваших проблемах. Ой, расскажу, не поверите! А кому сейчас легко? Ты думаешь, и мне? Я вам вообще не человек. Я лебедь. Не знаю, как обратно человеком стать. Так я тебе помогу. Вот тебе рубашка волшебная из крапивы. Спасибо тебе, добрая девица. Говори, чего хочешь, все исполни. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо. Хорошо! И разрушился остров человеческого непонимания! Девушка, а можно мне рубашку из крапивы? Оу, а вы, жгучая штучка, выходите за меня замуж. И прибежала лошадка в Макдональдс! Я лошадка! А вот и я, твой прекрасный принц на белом коне! Какое счастье! Пенсионный возраст подняли, и теперь я могу вернуться на свою любимую работу. Но это для других. А для себя-то ты чего хочешь? А я хочу, чтобы мой сын вырос умным, сильным, красивым и смелым. А я хочу, чтобы мой сын вырос умным, сильным, красивым и смелым. А я хочу, чтобы мой сын вырос умным. А я хочу, чтобы мой сын вырос умным. Нет, я бы тут не сказала, что он был лучшим. Итак, вы, ну, мне очень понравилось. Я думаю, что и залу понравилось тоже, только они ленятся громкие аплодисменты дарить артистам. А вот по поводу сына, ты это самое, воспитывай лучше все-таки, с самого раннего детства. Ну, а теперь... Ну, а теперь... Ты Бубович? Ааа, точно Бубович. Ты тоже Бубович? Кручинин... Бубович Кручинин... Сочетания очень близкие есть. Итак, первая... Десять! Молодцы! Мальчишки не помогали, а мы еще раз... Три-четыре... Малиньки, Малиньки! Вторая отметка... Десять! Малиньки, Малиньки, Малиньки! Губович? Нет, торопись. Третья – 10! Малиньки! Четвертая – 10! И пятая тоже 10! Итак... Малиньки! Малиньки, Малиньки! Вот смотрите, сейчас Алексей Баганов в миниатюре. Шторку держи, шторку держи. Алексей Баганов в миниатюре. Ты что, не понял, что ли? Иди держи шторку, пускай весь отряд спустится по лестнице и не споткнется. Ну вот, практически говорил его голосом, оделся под него, а я не знал, что это он. Итак, еще раз аплодисменты третьему отряду. Ой, четвертому. Четвертому, да. Да потому что мне на жалко избили. Все ли на следующее выступление. Я и подумала, что вы третий. Итак, за четвертым отрядом, конечно же, мы с вами все с удовольствием посмотрим выступление отряда номер три. Итак, четвертый, считаю до трех из серии. Раз, два, три. Не получилось. Итак, после пьесы, как вы помните, что это было? Четвертый отряд. Сейчас мы снили балл один. Вот так, нет. Вы не можете угомониться. Я понимаю, что эмоции и радость. Но следующий отряд тоже хочет заработать максимальное количество баллов. Спасибо, Боба. Итак, кто меня слышит, хлопните один раз. Кто меня слышит, хлопните два раз. Восьмой даже второй раз не слышал. Кто меня слышит, хлопните три раза. На сцене третий отряд. Смотрим клип, который называется «Дьявольские дрели». Встречаем бурными аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Сливают ночи в лаву ночь, И не ставим запород. Проживаю воду там во сне, Но не покоя нет нигде. Тупая вода пробьёт весок, И пальцы ягут на курок, А все до вас начнётся призрак, Призрак любви. Возьми моё сердце, Возьми мою душу, Я так одинок в этот час, В зобростью умеет. Мне некуда деться, Своим я злужим. По мне плачет только свеча На холодной заре. Моё время ещё не пришло. Я могу вернуть тебя обратно, И сделать величайшим музыкантом. Но за это ты должен отдать мне свою душу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приключения Первый отряд Первый отряд Да не вы готовы, а вы громче, чем весь зал Итак, первый отряд представляет пьесу Которая называется Приключения мисс Джонсон в России Встречаем бурными аплодисментами Джеймс, bring me a cup of tea I'm going to watch the news Джеймс, принесите мне чашечку чая, я посмотрю новости This is BBC News The Russian oligarch Roman Abramovich has problems with their visa game У российского oligarchа Романа Abramovich проблемы с визой The investigation of poisoning on the Skripal's family by unknown gas Novichok Продолжается расследование отравления семьи Skripalei в неизвестном газом Novichok British authorities personally do not recommend the British to visit Russia during the World Cup 2018 Английские власти настойчиво не рекомендуют англичанам посещать Россию во время чемпионата мира 2018 года This is BBC News Damn! Ай-яй-яй, как же так? Си-си-си! Жаль, жаль, жаль Эс-хоу О, спор, ты мир Нет, я обязательно должна побывать в России Сборная Англии выиграет этот чемпионат Джеймс, срочно закажите мне билеты в Саранс Джеймс, срочно закажите мне билеты в Саранс Завтра в 7.23 я буду в Саранс и сидеть на статиюне и дночат в Уоле Ах, Волги, да Енисея! Ах, Волги, да Енисея! Дамы и господа, добро пожаловать в аэропорт города Саранска. Для получения багажа пройдите к выходу номер 3. Местное время 8.00. Чемодан, 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 ну ты где? Ну ты где? Ну ты где? Чемодан, чемодан, ну ты где? Чемодан, я устала стоять 7 часов. Местное время 17.00. Уважаемые миссы, мы так рады вас видеть в Саранске. Мы рады вашему приезду. Дамы пожаловать. У нас столько достопримечательностей. Мы очень рады вас видеть. Let me speak English in English from there, my heart. Where is my luggage? Где мой багаж? Извините, но ваш багаж мы просран... А, просранск вам расскажут в отеле. Добро пожаловать, мисс Джонсон. Вы в первый раз в России. Вот. Вот-вот. Вы новичок? Новичок, новичок, новичок. Хелп, хелп, новичок, хелп. Чего? Хлеб? Да, да, хлеб неси. Для вас приготовлен самый лучший номер. Президентский люкс. Я тебя звук, ты моя, я любил сиражен парадайси. Я тебя звук, ты моя, я любил сиражен парадайси. Прошу две дня. Вот терребл хит. Фу, какая жара. В Саранске сегодня плюс сорок два. Все болельщики смогут насладиться игрой сборных Англии и Туниса в полной мере. Это сантехник этого перекрасного отеля. Жюри кварталя. Или просто лестницы. Если у вас что, капает, бежит, не работает, вызывайте лично, бачу. Да-да-да-да-да, это Саранск. Да-да-да-да-да, ладно, это же, да все включено, мамой глянусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мирилет, мой межницифа, Кура, сарадочка моя. Why is the air conditioning not working? Почему не работает кондиционер? No problem, моя дорогая. No, мороз. No. Фу-фу-фу-фу. No, мороз, мороз не капать. Конечно, конечно, зачем капать. Пойдем лучше ко мне в шашлык-машлык. No. Выстучи, пожалеешь еще, пожалеешь. Эй, бады, помни, уборка номеров, открывайте. Это ваши горничные. Походу, нет никого. Ну, тогда мы заходим. Ну что, с чего начнем? Слушай, ну ты давай пока убирай, а я у нее в сумочке поруюсь. Ага, давай, потом все поделим. Что? Что? Что случилось? Смотри. Смотри, что ты натворила. А что я? Это ты ее в дверь не стукнула. А я при чем? Зачем вы вообще сюда пошли? Тебе же ответили, что тут никого нет. Давай я хотя бы на диван положу. Давай. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Слушай, ты что-нибудь по-английски знаешь? А-а-а-а... Пли-из! Пли-из, пли-из. Пли-из это значит можно. Хорошо, я вхожу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты че духа, что ли? Да, ты че духа? Вот эту руку сюда, эту сюда, ногу вот так Вот эту голову так, смотри на меня, двигайся в так Когда я делаю так, ты делай вот так Теперь поворот хорошо Я знаю, вряд ли мы увидимся еще за садом Дубль, вы что наделали? Вы же ее убили! Что нам теперь с ней делать? А давайте ее закопаем Себя закопаем, помочь ей надо как-то А давайте я ей искусственное дыхание сделаю Ага, ты в прошлый раз своим искусственным дыханием естественным мешал А может лучше все-таки закопаем? Натюрлих! А, вскрыто, Ирмдаш! Надо лечить по-русски! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай, все без толку! Давайте, может, хоть футбол посмотрим! Там как раз Англия с Тунисом играют! Итак, до конца матча остается ровно одна минута Англичанам остается надеяться только на чудо! Мяч от Орикейна! Бас! Удар! Еще становится 1-0 в пользу Англии! Гоу! И, дорогие болельщики, чудо произошло! Гоу! Готи-ка ты! Я больше в России не ногой, чёрт поверь! А настоящая Россия, матушка, это щедрость, отзывчивость, оптимизм, пергуманизм. Этот, как его, шашлик, да? Да-да-да-да-да-да, валенки и русская душа. I love you, Russia! I love you, тебя, я слез. I love you, тебя, я слез. А вот такая, как всегда, шняга получилась. Смешно, задорно, весело, артистично. Любимые мовины, мелодии прозвучали, опять же. И смотрим на оценки, оценки жюри. Первая оценка, 10 с плюсом. Вторая, 10 просто. Третья, просто 10. Нет, нет, надо хочется сказать, 3-4? Ну ладно! Только по 10 просто. А, ой, нет, после вашей озвучки у меня английский вообще из головы вылетел. Итак, следующее, просто 10. Следующее, 10 с плюсом. Итого мы имеем 52 плюсами. Аплодисменты! Ещё раз, молодцы! 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 Ну что ж, я думаю, что эти аплодисменты и из зала, и из-за сцены сейчас относятся ко всем, кто был сегодня на сцене, потому что вы действительно большие молодцы. Да, у нас слово бросит представитель жюри Марпинова Ирина Владимировна, пожалуйста. Я очень прошу, первый ряд, берёзу вазочку поставьте. Берёзу вазочку, да. Ну, да. Ещё раз. Одну берёзу терпили, три посадите. Три посадите, да. Ну и, конечно же, аплодисменты всем, всем, всем. Вы большие молодцы, но сейчас, как холодается, после концерта все приглашаются на праздник.